От настоящего к будущему. На ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о планах развития, новых нацпроектах и политическом курсе. Особый акцент глава государства сделал на поддержке семьи и детства. Президент инициировал новые нацпроекты и в социальной сфере, семья и молодежь России и продолжительная и активная жизнь. Он анонсировал новые федеральные проекты, в частности по ремонту детских садов, охране материнства, оселению аварийного жилья и другие. Отдельный акцент глава государства сделал на поддержке участников СВО и членов их семей. Глава государства обозначил стратегические задачи по развитию страны и объявил о старте новых нацпроектов. Большая многодетная семья должна стать нормой, отметил президент. Окружить большей заботой детей и их родителей призван новый национальный проект «Семья». Предлагаю дополнительно помочь субъектной федерацией, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 30-го года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Так семейную ипотеку и материнский капитал решено продлить до 2030 года. Также президент предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. То, что президент объявил на отдельный национальный проект «Семья», это огромное, конечно, значение имеет для каждого региона. То, что многодетная семья будет всегда в приоритете, то, что семьи всегда будут поддерживаться. Президент рассказал о такой поддержке, как социальный контракт, который будет упрощена, система получения. В приоритете будет опять-таки многодетная семья. Все меры поддержки регионов, где рождаемость чуть ниже, чем по стране, будут отдельно поддержаны. А чтобы рождаемость росла, необходимо бороться с бедностью. Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам которой дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Ну и общий показатель по России на сегодня снижение количества бедных, которые находятся чертой бедности 40 миллионов до 13,5. Это тоже как бы повод и определить цели и задачи на будущий период. Ну и к тому, что мы все равно видим, что уровень заработной платы растет. 800 общежитий в колледжах и университетах будут отремонтированы. Также планируется строительство 40 студенческих городков. Ульяновские студенты изменения поддерживают. Владимир Владимирович прекрасно сказал о том, что у нас будет поддержка малоимущих семей, о том, что будет развитие, о том, что появится новый национальный проект для молодежи. Это прекрасное развитие для как младшего поколения, да, то есть то, что будет оказываться поддержка, и также для уже подрастающего поколения и развития патриотизма в целом в государстве. Суверенитет, достоинство, честь. Сейчас в тяжелые две стороны времена важно не забывать о людях, которые защищают нашу родину. Поступают новые виды оружия. Армия наша крепнет. Войска в зоне специальной военной операции уверенно идут вперед, что это, конечно, радует. Очень радостно то, что он высоко оценил деятельности нашего филиала фонда «Защитники Отечества» и комитета «Семей воинов Отечества». Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» продолжит работать в направлении, заданном президентом. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.